Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. У меня запотело немножечко это окошко, потому что я сейчас, в данный момент, готовлю фрикадельки. Фрикадельки домашние. Готовлю я их очень просто, из куриного фарша, добавляю туда морковку, лучок, немножко даже бывает манки, бывает нет. Нет, добавляю туда много зелени, делаю такие колбаски и вот так вот нарезаю. Часть кладу в морозилку, а часть вот варю. Дальше, гарнир. Гарнир у меня сегодня будет вот овсяное цельное зерно, но я хотела бы вам открыть сейчас один секрет. Вот я уже стала наливать банку и забыла, думаю, я про вас забыла. Я промываю хорошо теплой водой, хорошо теплой водой. Сначала она у меня закипела вода, но не из крана, а родниковой водой. А после этого я заливаю овсянку и промываю. Хорошо-хорошо промываю. Вот первую часть вылила, потом во второй воде и потом в третьей воде. Хорошенько промываем. Первый раз в хорошо горячей воде промыли и немножечко постоять дайте 20-30 минут. Вот так вот дайте постоять, потом снова вот так вот возмутите ее, взбодрите и слейте вот сюда. Второй раз так же, а третий раз, нет, второй раз можно 10 минут дать, а третий раз вообще не надо стоять. Так, сейчас я вот так вот поставлю. Вот так вот, все. И заливаем. А, да, заливаю я через ситечко. Вот, через такое ситечко. Думала, что такое ситечко есть у всех. Так, ну и все, я сейчас залью. Все, что это за вода, сейчас я вам скажу. Все, 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 вот. Достаточно. Вот так. Все. Вот это вот овсяная водочка. В ней, девочки, в ней чего только нет. Витамин В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, витамин Е. Тут есть калий, фосфор, магний, сера, хлор, кальций, кремний, натрий. Я сейчас дам настояться. И этой водичкой я умываюсь, пока она у меня есть не закончилась. Параллельно, видите, я готовлю. А для умывания у меня вот эта очень мягкая, очень мягкая, хорошая вода для умывания и для рук. Вы сами почувствуете, что у вас личико станет, ну, гораздо лучше, чем оно было до того. Это, знаете, как лосьончик, как лосьончик. Можно подержать, если вы на несколько дней, я, например, на дня три в холодильнике, она у меня прекрасно стоит. Ну, вот такой вот у меня есть, вот такая умывалка. Очень хорошая умывалка и очищает хорошо. И прекрасная вещь и питание для нашего личика. Вот, когда я промываю овсянку, вам такой совет, никогда не выбрасывайте, не выливайте, не сливайте эту воду. Но воду для умывания нужно иметь именно родниковую, девочки. Меня многие спрашивают, а если у меня есть крана? Если есть крана, значит, вы часто болеете. Если есть крана, значит, у вас больные почки. Если есть крана, значит, у вас засоренный кишечник. Если есть крана, значит, у вас отложение камней будет 100%. Кран – это отрава. Кран – это хлор. А хлор – это раковая опухоль. Обязательно, рано или поздно. Поэтому ни в коем случае, ни в коем случае, никогда не употребляйте воду из крана. Из крана можно только помыть. Вот только помыть, почистить для хозяйственных нужд. Все. Помыть, почистить – великолепная вода из крана. Ну и все. Ну и чищу, кстати. Чищу я все содой. Меня спрашивали несколько раз, и я ни разу не ответила, чем я чищу. Я сружу с содой, с пищевой содой. Теперь про соду мне сто раз уже говорили. У меня такие видео есть про соду. Я по неумывайке, но пью соду. Я рассказываю то, что делаю я. И никому я никаких советов не даю, кроме своей семьи. Ну а моя интернет-семья, она имеет свою голову на плечах, и они сами знают, что им лучше. То ли пить антибиотики, гормоны и воду из крана, травить себя, уничтожать. То ли жить в здоровом теле, здоровый дух. И дружить с душой и с телом. Каждый человек – строитель своего дома. Но мое дело – проинформировать. Вот я беру соду, я ею чищу раковину, я ею чищу ванну, я ею чищу все, что можно. Кафель, все, что можно чистить. Я чищу ею чашки, ложки, вилки. Очень хорошо чистится серебро. Я сделаю отдельное видео по чистке серебра, как я чищу серебро. Мельхиор, серебро, даже металл. Как хорошо почистить при помощи... Очень просто, при помощи соды. Я вам покажу. Буквально за 10 минут все можно почистить. Вот. А это было видео про красоту. Вот. И пока, видите, у меня уже практически, практически сварились. Там еще я добавляю обязательно лаврушку, лавровый листик. Все. Теперь я сюда... Теперь я сюда забрасываю, девочки, овсянку прямо сюда. Все. Забросила. Все просто делается. В конце я овсянку, в овсянку кладу много чего, много чего интересного. Кому интересно, могут посмотреть. Так, сейчас я помою. Сполосну вот эту кастрюлю. Все. Кому интересно, вы можете прекрасно посмотреть, что я кладу в овсянку. Вот у меня сейчас будет она вариться. Все. Она уже у меня постояла в воде достаточно. Достаточно количество времени. Хорошо горячей, скажем так. Вот. И там у меня и овсяночка сейчас будет вариться. Фрикадельки уже практически готовы. Что еще я добавляю? Когда у меня будет готова овсянка? Вот-вот, за минуту до того, как я выключу, я обязательно добавлю туда лен, кунжут, зелень, базилик, все-все-все, эстрагон, все, что мне нужно туда добавить. Я добавлю. Я полью оливковым маслом, перемешаю, и мы будем кушать. Ну все. А этот рецепт красоты, запомните, это самая лучшая умывалка. Лучше этой умывалки? Нет. Я вас всех люблю. Целую. Будьте красивы. И кожа у вас будет блестеть, потому что вот эти витамины В, они питают и хорошо очищают эта водичка. Вы спросите, а вы после этого смываете? Нет, я не смываю простой водичкой. Нет. Я оставляю. Вот моя умывалочка. Все. Когда есть эта водичка, то только этой. Пока-пока.